Зал историко-культурного центра заполнили дети, победители конкурса рисунков. Ребята прекрасно справились с заданием и в своих работах искренне выразили любовь к родному краю. Нарисовали то, что поразило их воображение. Катю Кожухову впечатлило именно красивое здание ИКЦ. Интересно, красивое. У него очень много людей ходит, экскурсии проходит здесь. И вот наш класс, мы часто ходим в историко-культурном центре, я решила его запечатлеть на картине. А Никиту Черникова вдохновил конно-спортивный комплекс «Левадия», где он очень любит проводить свой досуг и всем советует там побывать. Очень много лошадей, он очень красивый. Я выбрал вот это, потому что это красивый парк, мне хотелось его нарисовать. Конкурс «Ленинский район глазами детей и подростков» проходит около 10 лет. В этом году в нем приняли участие 165 школьников и воспитанников детских садов. После отборочного тура было выделено 45 лучших работ. В прошлые годы это был у нас фотоконкурс. В этом году мы немножечко изменили формат нашего конкурса и организовали художественный творческий конкурс. Награждение проходило по шести номинациям. Техника-карандаш, пластилинография, пальчиковая живопись, гуашь, акварель и масло. Работы рассматривала жюри, в которые вошли сотрудники учебно-методического образовательного центра. И всякий раз удивляешься, сколько же у нас талантливых детей, педагогов, родителей. Как много они показали в своих работах. И всякий раз удивляешься, глядя на эти работы, что действительно наш Вивнерский край прекрасен. Воспитанники детского сада «Солнышко» отвечали за музыкальную часть мероприятия. «Россия, Россия, ты моя звезда! Россия, Россия, ты моя судьба! Россия, Россия, повторю я вновь! Россия, Россия, ты моя любовь!» Есть родина большая и родина малая. Это то место, где человек родился и живет. Подобные конкурсы позволяют детям не только проявить свои творческие способности, но и открывать уникальные стороны жизни родного края. Слышу пение жабонька, слышу пение целовья. Это русская сторонка, это родина моя. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.